Добро пожаловать в любители хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на заклятие 2013 года. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Избави нас от лукавого 2014 года. Полиция Нью-Йорка расследует серию тревожных и необъяснимых преступлений. Один из офицеров обращается за помощью к специалисту по экзорцизму, чтобы избавить город от дьявольской напасти. Проклятие Аннабель 2014 года. Джон находит идеальный подарок для своей жены, а та редкая старинная кукла в белом свадебном платье. Но восторг от подарка продлится недолго. Однажды ночью в их дом вторгаются члены сатанинского культа. Астрал, глава 2 2013 года. Семья Ламберт стремится раскрыть тайну, из-за которой они оказались в опасной связи с миром духов. Семейство переезжает в дом матери Джоша, но, как оказывается, туда вселяются не только они. Путешествие в мир призраков не прошло для семьи Ламберт бесследно. Вместе с Джошем в мир людей проник дух, который вновь хочет быть живым. И вскоре в доме снова начинают происходить странные и страшные вещи. Окулус 2013 года. Смерть родителей сильно повлияла на судьбу двух осиротевших детей. По прошествии времени, в 20-летнем возрасте, сестра все еще продолжает так считать и хочет доказать брату, что привидение, вышедшее из зеркала, стало причиной гибели близких людей и всех случившихся последующих бед. В заброшенной хижине в чаще леса найдены две девочки. Таинственным образом они прожили в пустом доме 5 лет. Найденных сирот забирают единственные родственники, молодая супружеская пара. Но девочки не одиноки, у них есть мама, и она приходит в Астрал 2010 года. Джош и Рене переезжают со своими детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки, но в настоящий ужас приходят родители, когда их 10-летний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Несколько месяцев спустя его возвращают домой, где за несчастным ребенком ухаживает мать и сиделка. Но загадочные явления в доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за помощью к кому угодно, и вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии, связан с паранормальным миром. Последнее изгнание дьявола 2010 года Преподобный Маркус Скоттон много лет занимался изгнанием дьявола из бесноватых. Секрет его успеха не столько в проникновенной молитве, сколько в многочисленных трюках и спецэффектах, которые оказывают чудесный психологический эффект на впечатлительную паству. Собираясь на очередной экзорцизм, он приглашает с собой съемочную группу, которая снимает о нем документальный фильм. Ее уверя придется пройти суровое испытание, когда он столкнется лицом к лицу с самим дьяволом. Паранормальное явление 2007 года Молодая пара проживает в доме, который, как они подозревают, посещается некой злой силой. Чтобы зафиксировать паранормальную активность, они настраивают видеокамеру, чтобы записать свидетельство существования этой силы, появляющейся исключительно ночью, когда они спят. Тут-то и начинается самое интересное. И страшное. Ужас Амитвиля 2005 года 14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок. В резиденции семьи Дефо шесть человек застрелены в своих постелях. Рональд Дефо признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие голоса велели ему совершить убийство. Год спустя Джордж и Кейтли Латц с тремя детьми переезжают в этот дом, полагая, что сбылась их заветная мечта. Они еще не знают, что их счастье под угрозой страшно демонической силы, способной его разрушить. Ужас вновь охватывает Амитвиль. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч.